Новый хирургический корпус республиканской больницы впечатляет размахом. В его строительство уже вложено миллиард четыреста миллионов рублей. Но еще больше нужно потратить, чтобы корпус был полностью готов к работе. Покупка оборудования первоначально оценивалась в миллиард восемьсот миллионов. После падения курса рубля сумма стала еще выше, так что власти пересмотрели свои запросы до миллиарда двухсот миллионов. У республики есть лишь четвертая часть от этого. Остальное она надеется получить у Москвы. Мы сегодня обращаемся к правительству Российской Федерации в лице председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева по выделению дополнительных средств в размере восемьсот восьмидесяти миллионов рублей. Но хочу сказать, что правительство республики Хакасия неоднократно обращалось уже на уровень федерации. Если в федеральном Кабмине вопрос не будут затягивать, то уже во второй половине года хирургический корпус должен заработать. Не вызвал споров у депутатов и очередной порыв прокуратуры в борьбе с нарушителями на дорогах. А точнее с производителями тонировки. Прокурор Денис Попов первым обратил внимание на то, что ответственность за нарушения должны нести не только водители, но и владельцы СТО, где можно нанести покрытие на стекла. В целом прокуратура предлагает увеличить штраф для водителя до трех тысяч рублей, для должностных лиц до 15 и 20 тысяч. Продолжает и гибель людей по глупости. Это самое ценное, что у нас есть в окружающем мире. Это люди наши, живые люди. Поэтому надо довести закон до логического завершения. И мне кажется, вот это предложение как раз требует одобрения. Завершает сессию правительственный час. И сегодня депутаты решили заслушать отчет о капремонте, который впервые проводился по новой схеме, то есть при участии фонда капремонта. Первый блин не вышел комом. У республики одни из лучших показателей в стране и хорошая собираемость взносов. Практически 80%. В правительстве надеются сохранить эту планку, несмотря на новогоднее повышение тарифа в 11%. В свою очередь депутаты от лица народа решили узнать, готовы ли власти помочь неимущим снизить плату. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено как раз либо стопроцентное, либо называется половина снижения выплат для тех категорий, которые достигли возраста 80 лет, 70 и 75. Сейчас вопрос прорабатывается между Минстроем и Минфином республики Хакасия. На данный момент источник не предусмотрен в республиканском бюджете. Как только определимся по параметрам, будем однозначно эту тематику инициировать. Хотя со своей задачей фонд капремонта справляется, есть еще немало сложных проблем, и по мнению депутатов их решение нельзя откладывать в долгий ящик. Прежде всего это касается поиска денег на замену лифтов. Почти 180 кабин по всей республике отработали свой срок, но по плану в 2016 году замене подлежат всего два. Парламентарии уверены, в этом деле должна участвовать не только республика, но и муниципалитеты. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.